Итак, начинаем игру. Памятная дата России. 9 декабря, День Героев Отечества. В этот день, в 1769 году, Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия Победоносца, высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем героев Советского Союза, героев России, кавалеров Ордена Славы и Ордена Святого Георгия. Итак, жеребьевка. Капитаны команды, подойдите к столу жюри, пожалуйста. На столе лежат три листочка. Для того, чтобы начать игру, нам нужно определиться, какая команда будет первым выбирать тему и номер вопроса. Вы сейчас просто выбираете тему и потом будет выбираться номер вопроса. Пожалуйста. Берем. Выбирай. Какая школа взяла первую единичку? Бразиловская? Значит, вам право выбора первого ответа. Садимся на свои места. Итак, первый тур. Они все там два других пустые. Право первым выбрать тему. Предоставляется первой команде. Ребята, но все равно здесь героические даты, десяточку отсутствуют, но она есть. Если что, мы нажмем, вы можете ее выбрать. Итак, смотрите. Первый тур. Четыре темы. И стоимость от десяти до сорока. Бразиловская школа выбирает тему и стоимость. У вас микрофоны на столе? Берите микрофоны. Блинные герои, тридцать. Записываем жюри. Как познакомились эти герои? Вам дается одна минута на обсуждение. Время пошло. Если любая другая команда готова отвечать, вы можете нажимать на сигнальную лампу. Время пошло, да. Можно отвечать? Да. Они на службе у киевского князя подружились. А как звали князя? Владимир. А еще можете добавить? Первый. Красное солнышко. Ответ принят. Ответ правильный. На Перу у князя Владимира Красное Солнышко. Призваивается 30 баллов номер третьей команде. Третья команда дальше выбирает. Да, вы выбираете. На табло подставьте себе 30, пожалуйста. Третья команда. Не забывайте об этом. Нет, Бородиновская школа не минус 30. Вы не отвечали. У вас ноль пока. Закрываем. Если только когда неправильно, тогда вы в минус уходите. Итак, мы ждем. Команда номер три. Города-герои 40. Итак, знаменитая Сталинградская битва длилась 200 дней. За какой город советские войска сражались на протяжении 212 дней? На Воронеже. Правильно. А кто первый-то? А я уже сказала. После ответа, а вы во время... Кто во время? Номер три? Номер три во время вопроса самого. Дело в том, что я уже сказала правильный ответ. Значит, мы снимаем этот вопрос. Никому. Вам же сказали, ребят. После того, как прочитаю. Пусть я долго буду читать. Я старенькая, в очках ничего не вижу. Так. Идем дальше. Продолжаем. Пусть номер три дальше выбирает опять. Они выбирали. Герои Отечественной войны 1812-30. Какому ключевому событию Отечественной войны посвящен этот музей? Бородинская битва. Сражение. Правильно. Продолжаем. Номер три выбирать вопрос и тему. Герои Отечественной войны 20. Это они сами поджигают. Что за люди? Это скифы. Какая решимость. Варвары. Какое страшное зрелище. Наполеон медленно. Но войти в Кремль победителем и бежать, не проведя в нем суток. Это превосходит все возможное. Сжигать собственные города. Какая свирепая решимость. Итак, кто является главным героем этой войны, в честь которого она и получила название Отечественная? Одновременно. Кто? Мы перейдем. Мы перейдем. Да, третий. Да. А, это народ был главный герой. Правильный ответ. Плюс себе сколько у вас теперь будет баллов-то? Считайте. Третья команда. 80. 2 по 30 и 20 будет. 80 будет. Надо быстрее реагировать. Итак, номер третья команда выбирает дальше. Герои Отечественной войны за 40. Этот подководец, происходивший из грузинских князей, прославился в годы Отечественной войны. По время Баратинского сражения он командовал левым флангом и был смертельно ранен осколком. Бакаратеву. Стоп, стоп, подождите. Не спешите, пока мы скажем, какая команда отвечает в жюри. Кто первый включил? Колено включилось и чуть... Команда номер два. Колено отвечает. Ну, секунды позже включились. А Баратиновку можно отодвинуть немножко в сторону? Лампочку вообще не видно. Пожалуйста, раздвиньте там. Нет, вот эту вот табличку в сторону. Колено номер один. Микрофон не работает, Валерий Геннадьевич. Все работает. Не выключайте там сами. Кнопочку вверх, если вы выключать. Работает? Да, конечно. Отвечает. Итак, как вы? Бакаратион. Ответ правильный. Значит, плюс 40, потому что... Вторая команда выбирает. 40. С левой стороны две цифры, пожалуйста. Колено номер один. Вернее, справа налево. 40 у вас справа налево должно написано. Вы сразу прям с левой стороны 40 неправильно пишете. Там уже разряды какие у нас. Единицы, десятки, сотни и так далее. Повторяем математику. 4, а тут 0 напишите. Вот. Молодец. Так, колено номер один. Выбираем. Былиные герои 30. 30 было. 30 было. Былиные герои 20, да. Не было. Как зовут этих богатырей? Первая школа была. Первая школа. Первая школа включила? Алёша Попович, Илья Муровец и... Добро, Никитич. Правильно, ответ верный. Суммируйте себе баллы, пожалуйста. 60. 60 баллов у них, да? Да, да. Дальше. Выбирайте колено номер один. Короток герои 20. Назовите город, который знаменит не только своими пряниками и самоварами, но и героической обороны в 1941 году. Бородиновская школа. Бородиновская. Да во время вопроса. Что? Что? А Бородиновка во время вопроса. А Бородиновка по окончанию? Нет. Ну давайте зайдем всё-таки Бородиновской школе, пусть они ответят. Это с ним. Правильный ответ. На табло покажите свои баллы, пожалуйста. И Бородиновская школа выбирает тему и номер вопроса. Города-герои 10. Этот город... А, ну сейчас видео. Этот город продержался в блокаде 900 дней и ночей. Кто первый включил? Один. Первая, первая. Колено номер один. Давайте жюри. Так, ребята, давайте мы не стартовать раньше того, как я не прочитала вопрос. Вопрос закончился. Чтобы у нас не было таких нюансов. Так, кто отвечает, жюри? Один. Два. Великобрад. Подождите, я вас не спрашивала, команды. Жюри голосует, кто отвечает. Если пошли такие разногласия, жюри голосует, кто отвечает. Ну первое. За вопрос закончился. За древние вопросы учили нас. Наталья Николаевна, кому отдаёт вопрос? Ворозиновская школа отвечает. Ленинград или как сейчас он называет его санкетин. Ленинград, правильный ответ. Ленинград держался 900 дней, а не Санкт-Петербург. Так. Суммируйте себе баллы. Ребята, ещё раз повторяю. Давайте мы раньше вопроса, как я не прочитаю, не стартуем. Ленинград. 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 Что? Что случилось? Города героев 40. Это было? А, просто не видно за головами, понятно. 30 не было. Что выбираем? Города героев 30. 30. Крепость, которая одна из первых приняла удар немецкой к армии и сопротивлялась до холодов. Кто ответил? Бородинов. Отсовременно с вопросом включаю. По окончании слова включила Каленовская. Ну давайте отдадим Бородиновской. Ладно, кто первый, тот первый. Жюри голосуйте. Наталья Николаевна, ваше решающее слово. Вы независимы. Бородиновская школа отвечает. Брестская крепость. Брестская крепость, правильно. Прибавляем себе 30 баллов. И Бородиновская школа выбирает вопрос. Они не дали ответ. Они дали ответ. Героические дали 20. Не было? Не было. Не знаю, видео здесь будет, по-моему, должно быть. Ну, тем не менее, 23 февраля 1918 год. Кто включил Сбородиновскую? Отвечайте. Революция? Нет. Неверный ответ. У двух других команд появляется возможность входить. Колено 1. Колено 1. А у них минус 20, да? Да, у них минус 20. Февральский переворот? Минус 20 и вам. Отвечает третья команда. Так, зрители, пожалуйста, тише. Третья команда. Это Корниловский мятеж. Нет, неправильный ответ. 23 февраля 1918 года была создана рабочая крестьянская Красная Армия. Чего отмечаем-то 23 февраля? Третья? Так о чём же думаете? Выбирает тему та команда, у которой меньше всего очков. Бородина. Бородиновская школа выбирает тему и стоимость вопроса. Были ли герои 10? Были ли герои 10 есть. Было, да? Не было. Не было. Были ли герои. Этот герой просидел на печи 33 года. Кто? Колено два. Колено, почему? Илья Муромец. Правильный ответ. Прибавляйте себе баллы. Так, и третья команда выбирает тему, номер вопроса. Герои 10 баллов осталось. Героические даты остались. Много баллов. Давайте героические даты 40. Было. Не было. Не было. Всем кораблям переходить к крепости по второй диспозиции. И с Богом. На генеральный штурм. Штурм главной цитабели начался в полдень. Штурм главной цит Metropolitanковской высоте. Так, и зим suis. Штурм главной цитацией. Штурм главная цитата. Штурм главная цитата. Штурм главная цитата. И так, что за памятная дата 3 марта 1799 года? Кто включил? Алиэна. Алиэна номер один, да? Это взятие крепости к вам. Кем? Под командованием кого? Под командованием русских. А там же нет дополнительного вопроса или действия? Ну полностью вопрос должен звучать. Затрудняетесь? Крепость правильно назвали. Крепость правильно назвали. Мои мужа засчитываем правильный балл. Ну просто я хочу узнать, а не... Мы безгранутные дети и не знали. Как это вас сюда допустили? Безгранутные дети. Какой-то безудин был. Ответ правильный. В этот день, в 1799 году, русская эскадра под командованием Федора Федоровича Ушакова взяла штурм в крепость Карфур. Алиэна номер один выбирает дальше тему и номер вопросов. Какие осталось? Осталось героические даты 10 и 30 и герои войны 10. Три вопроса. Но можно выбрать. Героические даты 30. Героические даты 30. Немецкие рыцари построили с острым клином или свиньей. Во главе клина стояли тяжело вооруженные воины. А за ними пехота с копьями и мечами. Расположу свои войска так, чтобы охватить свинью с флангов. Со страшной силой врубили крестоносцы в русские полки. Вручники и срединный полк отступили. С флангов атаковали врага с полки правой и левой руки. А дружина из засады ударила в дым немцам. Ожесточенно сражались русские. Банки, крестоносцы бросали оружие и бежали. Итак, 18 апреля 1242 года. Что за день воинской славы России? Колено включили в обрезок. Колено номер один. Во время вопроса. После вопроса первая школа нажали. После вопроса. Наталья Николаевна и Евгения Алексеевна. Кто? Кому вы отдаете право? Во время вопроса нажали все три школы. Все три школы? Нет, первая. Отматываем видео тогда. Кто первый? По секунду. Отматываем. Валерий Иванович, отматываем видео и по секунду смотрим. Кто первый в ключе славы. Снимайте вопрос. Калина номер два. Это рядовое побоище. Так, жюри, вы видите ответ на этот вопрос. Они ответили, рядовое побоище. А там на видео звук есть или нет? Вы слышите нас, когда вопрос был задан? В середине все три команды ответили. Вы принимаете, жюри, этот ответ? Или надо уточнить? Уточнить. Уточняем номер два команда. Это номер три, передняя команда. Ну, об этой дате расскажи. Ну, это Дмитрий Донской. Вот уже. Место и под командой никого. Дмитрий Донской, сейчас, блин, знаете, Александр Нев. С Чудской у озера. Ну, они уже ответили Донской, это все. Да ничего. Значит, минус уходим. Да почему минус уходим? Да вы Донской же, не Дмитрий Донской. Вы знаете, вы ответили, вы же слово... Вы произнесли фамилию неправильно. Комерку вы не правильно назвали. Жюри, проголосуйте, пожалуйста. Вы принимаете этот ответ или нет? Проголосуйте между собой. Возьми назвали все, но не сказали, что Александр Невский не прозвучал. Проголосуйте, пожалуйста, между собой. Кто за то, чтобы присвоить правильный ответ? Поднимите руки, жюри. А можно половина баллов? В ситуации Галина номер один была. Они тоже ответили, вы ее наводящий вопрос дальше дали. А они сразу начали с неправильной фамилии. Потом назвали только место. Давайте, жюри, вы имеете право проголосовать. Присудить ли этой команде правильный ответ? Поднимаем руки. Присудить правильный ответ? Жюри, голосуем. Три человека. Поднимите, пожалуйста, руки. Присудить правильный ответ. Собственно, назвали. Ошиблись, тут же поправились. Назвали и события, и Чудское озеро. Наталья Николаевна, я вас поднимаю. Ну, Александр Невский не надо. Мы же все-таки в итоге справились. Евгения Алексеевна. Если вы с Лидаром, как в первой команде, ушли, первая школа отняли. Вы за то, чтобы присудить баллы? Я думаю, должны быть условия равны для всех. Раз они не полностью не ответили, значит не ответили. Ну, мы же уточнили. Мы же потом, в следующий раз уже... Ребят, ну можно было пять минут ждать. Все, все, вопросы минус уходят у третьей команды. Там минус 30 баллов. Потому что по инструкции из Воронежа сказали, если вы ответили первое неправильно, дальше вы исправляетесь, это не является правильным вообще ответом. Я вам пошла навстречу, я хотела, чтобы жюри проголосовали. Они проголосовали против, я ничего не могу делать. Надежда Ивановна, названо было событие, названо было, вот как вот в прошлый раз. Так, давайте еще раз, жюри, я к вам обращаюсь. Вы за то, чтобы присвоить правильный ответ. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы все видели. За, против, поднимаем руки. Событие озвучено было? Все, двое против. Двое против, я ничего не могу сделать, как Ана Николаевна. Да, поехали. Ну, а отлично. Вы минус себе ставьте. Они же поставили. Ну, а свучено, почему бы только нам детали, а здесь нет. Не надо. Ну, они же назвали, они ответили, они назвали неправильную фамилию. Они назвали правильную фамилию. Я обратилась к вам, вы проголосовали, большинство против. Вот тогда надо с этого начинать, чтобы условия были одинаковые. Назвала колена номер один, ей дали. Я здесь не за кого. Аталия Ивановна, можно сказать? Пожалуйста. Просто вот смотрите, давайте уйдем в честность, потому что как бы тот раз нам задали дополнительный вопрос, мы не ответили, нам присудили. Им задали, они не ответили. Почему вы не ответили? Вы ответили, вы все уточнили правильно. Вы ни разу не ошиблись тогда. А здесь не назвали Александру Митлеву. Ну, половину вопроса они правильно назвали. Вы нашли свой вопрос, ответ с неправильной фамилией. Я обратилась к жюри. Они назвали крепость. Я совершенно... Не назвали Ушакова. Я совершенно нейтральный человек. Я не болею. Я назвал бой, ледовое побоище. Не на... И озеро Чучское. Вот. Я еще раз обратилась к жюри. Они проголосовали против. Что я могу сделать? Они проголосовали. Давайте дальше. Ну, вас три человека. Итак, переходим дальше. Они проголосовали против. Что мы решаем? Они проголосовали против, жюри? Значит, мы читаем. Мы читаем. Они уже исправили свои баллы. И остался последний вопрос. Так, у нас у кого меньше всего очков? Я не вижу номер один школы. Ваши на фамилии. 40. И там 40, и там. Жюри, кто будет открывать? Волосуйте. Две команды имеют по 40 очков. Кто из команды... Какая команда? Первая, либо третья? Вы отдадите право открыть вопрос. Да пусть завод. Жюри. Пусть завод. Завод. Давайте. Номер три команды. А что осталось? Герой войны 10 и даты 10. Герой войны 10. Аукцион. Итак, у вас 40 очков. Вы первые начинаете ставку. Вы можете все 40 поставить. Валабанг, 40. 40. Так, кто меньше всего в Бородиновской школе? Вы сколько? 20. Она не должна быть меньше, чем у них. А вы вообще-то имеете 40, и в принципе, кроме 40, вы тоже ничего не можете. Переходите в команду Калиновская школа номер один. Наверное, уравниваем. 40. Нет. Вы имеете сколько очков? Я не вижу. 120. 120. Вы свою ставку делаете. Они сказали 40. Вы только увеличиваете. 40 вы не выбираете. Либо вы пасуете и отдаёте им право ответа. Отдаём им. Вы пасуете, да? Команда номер 3 отвечает на этот вопрос. Бениксон и Ермолов предлагали сражаться. За оставление Москвы высказались Барклайды Толи, Астермон, Толстой и Толь. Каково было решение Уварова, Коновницына и Духтурова, достоверно неизвестно. Последним высказался Раевский. Россия не в Москве, а среди сынов её. Более всего надо беречь войско. Моё мнение – оставить Москву без сражения. Я приказываю отступать волей данным государем и Отечеством. Итак, кто отдал приказ от оставления Москвы без боя? Кутузов. Где пошёл лампу? Зачем? Я же не шалю. Он же вон шалю проводил. Ладно, в принципе, да, правильное замечание. Кутузов. Всё правильно. Итак, на этом у меня первый курс закончился ещё. А правильные на себя добавляют? Они же тоже ставку. Нет, кто ответил, тот и добавил себе. Вы добавили? Ну, осталось. Да, две даты. Итак, осталось у нас героические даты 10. Номер 3 вы автоматически нажимаем. Здесь сражались не только за каждую улицу или дом, но даже за каждый этаж. Витлер, чтобы поднять воинский люк своих солдат, прислал им в подмогу тот самый полк, в котором сам когда-то служил еврейтором. Через два дня из всего полка в живых осталось только 8 человек. Но полностью освободить город от оккупантов удалось только 25 января. После одного мощного удара 60-й армии под командованием генерала Черняховского немцы были выброшены из города. Итальянская и венгерская армии погибли. Итак, героическая дата. 25 января 1943 года. Ворозимская школа, вы отвечаете. Освобождение Воронежа. Ответ правильный. Прибавляйте себе баллы. Итак, первый тур на этом у нас закончился. Мы переходим ко второму туру. То же самое. Во втором туре 4 темы. И каждая тема от 20 до 80 баллов. Так как ответила команда Борозиновской школы, она первая выбирает тему и номер вопроса. Зал, пожалуйста, потише. Женщина-герой 20. Партизанка, герой Советского Союза. В октябре 1941 года ушла добровольцем в партизанский отряд. Попала в плен, где фашисты сперва пытали ее, а затем повесили. Кто на жанну первый? Жюри. Вторая школа нажала? Да. Пожалуйста, третья команда отвечает. Зоветас Медемьянская. Правильный ответ. Вы имеете право выбирать тему и стоимость вопросов. Они нажали все одновременно. Что они не знают эту ответку? Герой ВОВ 80. Итак, сталинградский снайпер, уничтоживший свыше 200 фашистов. В честь его американцы даже сняли фильм «Враг у ворот». Колен номер один? Да. Во время вопроса сидит. Да, почему же во время вопроса? Время. Жюри, отдаем колен номер один? Отвечайте колен номер один. Это был Василий Зайцев. Правильный ответ. Присваивайте себе баллы. Елена Ванна, сколько еще уточнилось? 80. Прибавляйте 80. Так, дальше. Колено номер один. Выбираем тему и стоимость вопросов. Герой ВОВ 40. Ладно, читаем вопрос. Капельмейстер Макшанского полка, автор бальса на сопках Манчжурии, родился в уездном городе Землянске, Воронежская область. Кто это? Фамилия, имя? Время, как выйдет? Значит, снимаем вопрос. 60 секунд. Думаем. Пока еще есть время. В течение одной минуты вы думаете. Каждая команда имеет право взять помощь зала. Сейчас вопрос. Кто открыл у нас? Колено номер один? Каким образом? Мы включили лампу. Нет, вы просто можете взять. Без лампы. Без лампы. Все. Будете брать помощь зала? Да, будем. Пожалуйста. Волонтеры. Ян Шатров. Правильный ответ. Ответ правильный. Присвай. Скоро баллов прибавляет. И продолжает колено номер один, выбирает тему и номер вопроса. Ну, хорошо. Я зачту. Это я вообще. Летин Васильевна, положите листочек по равнине на 100. Давайте киногерои 40. Так. Киногерои 40. Кот в мешке. Вы можете передать любой другой команде. Кому вы передаете? Мы передать тему в Борозиновской школе. Борозиновская школа будет отвечать на этот вопрос. Команде, которой достался код в мешке, тема «Космос». Выбираете стоимость вопроса от 20 или 80 баллов. Здесь написано, что должны выбрать 20 или 80, да? А стоп, у нас есть возможность отвечать только, да? Нет, только мы передали. Они первые, если они ответят неверно, то вы... Итак, какая у вас цена вопроса? Какую вы берете? Я чуть-чуть... От 20 до 80 выбирайте. Сколько баллов вам? Борозиновка, выбирайте. Борозиновка, сколько вам баллов сейчас надо? 20 или 80? 20. 20. Отвечаем на этот вопрос. В каком городе в 1959 году был создан двигатель РД-109 для ракеты «Восток-1», на которой Юрий Гагарин покорил космос? Воронеж. Правильно. Воронеж же в конструкцию, просто уберу. Воронеж. А что, 80 не взяли? Ну, они взяли 20. Вот это и есть кот в мешке. Скромный. Так. Это за это же вопрос можно чего-нибудь? Да. Да. Мы думали, вы поменяете его. Итак, дальше Борозиновская школа выбирает тему и стоимость вопроса. Киногероя 60. Еще раз. Киногероя 60. 60. Киногероя 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 60. Итак, вопрос. О ком и о чём фильм? Название фильма и что-то нужно ещё рассказать. Кто назвал первым? Заводская школа. Заводская школа, да? А мне кажется, они все одновременно. Команда номер три. Жюри, вы отдаёте команде номер три? Да. Да, команда номер три отличается. Это Невская битва. Александр Невский его возглавлял. Правильный ответ. Название фильма Александр, Невская битва. Действие фильма происходит в 1239-1240 годах. Войско молодого князя Александра развивает шведов в сражении, вошедшим в историю как Невская битва. После этой победы его стали называть Александр Невский. 60 баллов присваиваете себе. И дальше вы продолжаете выбирать тему и стоимость вопроса. Киногерои 40. Было. Да, чего не было. 82. Киногерои 80. Мало нас. Какая же из нас десятерых арбинцев стоит? Арбинцы в чистом поле имеются. Верные погибли. Итак, киногерой. Кто? И как называется фильм? Кто первый включил? Три из колен. Жили. Кто первый включил? Нет. Номер три или номер два? Номер три. Команда? Три. Три. Пожалуйста, отвечай. Это легенда о колобраке. Правильно. На свете. Лампу выключаем. Лампу выключаем. Дальше продолжаете выбирать. Прибавили себе баллы. Так, что у нас еще есть? Киногерои. 20 только. Герои только 20 осталось. Киногерои. А этих много. Награды не трогают. Женщины, герои. 40. Не спим, колено. Итак, женщины, герои. Наша землячка работала разметчицей. На заводе имени Коминтерна. Была комсоргом цеха. Добровольно пошла на фронт. В 1942 году сбила самолет противника и подбила второй. Погибла от прямого попадания бомбы в установку. Посмертно награждена орденом Отечественной войны. Ее именем названа улица в городе Воронеже. Кто включил первый? Азиатские включены. Заводки. Кто? Заводки. Терешкова. Ответ неправильный. Две и другие команды в течение 30 секунд. Так, Борозиновская школа, пожалуйста. Колено, лампу включайте. Так мы не знаем ответ. Борозиновская школа, отвечайте. Колесово Елена Федоровна. Ответ неправильный. Колено номер один. У вас есть шанс ответить в течение 10 секунд. Отвечайте. А нам обязательно отвечать? Да шанс. Ну, если вы хотите баллы себе заработать, пожалуйста. 10 секунд вышло. Все. А завод имеет право и Борозиновка на помощь. А они ответили неправильно. Они ответили. Если бы они сразу сказали помощь зала, тогда помощь зала. Это Лидия Рябцева. Это Ливана. Мы им минус 40 ставим. Да. Две команды ответили неправильно. Минус 40. И Борозиновская школа у нас идет в минус. И минус 10 должно быть у вас. Сколько у вас было? 70. А вы уже сделали, да? Хорошо. Хорошо. Отвечает, вернее, выбирает вопрос Борозиновская школа, потому что у них меньше баллов. Так как ни одна команда, правильно, не ответила. Борозиновская школа, выбирайте тему и стоимость вопроса. Натальяна, отказаться можно от вопроса, что ли? Они сразу говорят, и куда? Они даже и не знают, как. Если 10 секунд, а они 10 секунд прошли, и колено номер один не ответили. Все, это неправильный ответ считается. Но они же не отвечали. Но мы лампу не включали-то? Они не отвечали. Но вы и остались последние. Хоть вы и не включаете лампу, вам не право ответить. У них же есть право ответить или не ответить. Вопрос не наш был изначально. Ну и что? Команда выбирает тему и стоимость вопроса. А отвечать могут все. Но только кто первый нажмет лампу. Но они же вообще их суживали. Мы лампу просто взяли и не включили. Мы точно не хотим. И все. Ну вы сказали, не знаем. Все, это тоже минус идет. Почему? Почему лампу не включали? Они не участвовали в лампу. Если я не говорю, я хочу разключать. Я хочу разключать. Я хочу разключать. Если команда не отвечает, отказывается от вопроса, или она отвечает неправильно, это тоже идет к инвестиции. А это вопрос. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Ну все. Всем трем командам минус 40. В этом случае. И Бородиновская школа выбирает тему и номер вопросов. Ты читал инструкцию, Кадим? А меня инструкция, если команда либо отказывается, значит, это неправильный ответ. Все, мы заканчиваем. Ну все, давайте продолжим. Ну все, давайте продолжим. Минус 40 вам колено. Как он называется? Кто? Команда номер 3. Как называется этот? Звезда Герой СССР. Так они простили. Паразинок и во время, а эти сразу. Вы еще раз, пожалуйста, про звезда, как сказали. Герой СССР. Жюри, принимаете этот ответ? Нет. Просто золотая. Она называется «Веталь. Золотая звезда». Ответ неправильный. Минус баллы. Минус 20. Выключайте лапу. Паразинокская школа продолжает выбирать тему. Награды 40. Первый. Во времени учреждения Российской Орден. Высшая награда Российской Империи. До 1917 года. В 1998 году Орден был восстановлен. Как высшая награда Российской Федерации. Как он называется? Мы после вопроса. Так, кто включил? Колено номер 1. Вам ответ. Право ответа. Ваш ответ. Колено номер 1. Это Георгиевский крест, который в этом году восстановили. Ну, стром, который описан. Я обращаюсь к вам. Неправильный ответ. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Минус 40 колено. Ребят, колено. Минус 40. Колено номер 1. Минус 40. Табло в сторону. А то вашу лампу не видно. Как-нибудь поместите там с Богом. Парадиновская школа опять выбирает. Награды 60. Бог Панченко убил. Награды 60? Да. Этот знак был учрежден 13 февраля 1807 года, полученный по приговору роты. Он ценился солдатами более остальных. Как назывался этот знак и что такое приговор роты? Мы с командой посовещались и думаем, что это Кеоргиевский крест. А что такое приговор роты? Нет. Вопрос состоит из двух частей. Все правильно. Что такое приговор роты? Это наказание. Наказание приговор роты. Так, жюри, пожалуйста. Я к вам обращаюсь. Как роты скажут, так и можно. Что? Приговор роты. Как роты? Большинство роты. Это награждение солдат. Какое приговор роты? Наказание. Жюри, присваиваем или нет? Значит, ответ такой. Зачастую, мы не присваиваем вам колено номер один эти баллы, зачастую, определенное количество георгиевских крестов выделялось отличившимся в бою подразделению, а затем ими награждались наиболее отличившиеся солдаты. Причем с учетом мнения их товарищей. Этот порядок был узаконен и назывался приговор роты. Кресты, полученные по приговору роту, ценились в солдатской среде больше, чем полученные по представлению командира. Дата учреждения 13 февраля 1807 года. Идея учреждения солдатской награды была высказана, поданная 6 января 1807 года на имя Александра I записки. Автор неизвестен, где предлагалось учредить 5 класс или особое отделение военного ордена Святого Георгия для солдат и прочих нижних воинских чинов. Так, сколько у Коленовской школы? 100. Главный герой этого фильма начал народно-освободительную войну против колокольцев. Против польских захватчиков. Ну, как против... Не, не оккупантов, как я скажу. Нет, польских... Как они себя называют? Шляхка, шляхка. Польская шляхка. Магнаты. Польские магнаты. Вот. Ну, Тарас Бульб он повел, потому что им не давали, чтобы увеличили... Были казаки, как же их... Нет. Ну, в общем... Реестровые казаки. Вот. Казачество, оно было, считай, под Польшей. Реестровые, они вышли, потому что война закончилась, и казака начали охалапивать. Типа, у него забрали его вольность и начали его к крестьянинам делать, чтобы он пахал землю. Вот. Хорошо. А как зовут главного героя? Тарас Бульба. Правильно. А у меня замечание. Пожалуйста. Он говорил шляхки. А шляхки, чей-то богатый польский дворянин. А речь здесь идет просто о панах. Поляки себя называют паник. Ну и что? Если дворя, как он сказал, он правильно сказал. Он правильно сказал. Ответ правильный. Нет, вот где... Классов. А тут еще есть такие вопросы. Просто для беседы. Они на ответ уже не влияют. Вы ответили правильно. Кому они пишут письмо? Турецкому султану. Правильно. И как называется картина Репина? Совещание. Это письмо султану, по-моему. Если точнее, то запорожцы пишут письмо турецкому султану. Турецкому султану. Черт турецкий. Хорошо. Вы дальше выбираете тему и вопрос. Команда номер три выбирает тему и вопрос. Так, остались герои войны 20-60, женщины-герои 60-80 и 80 наград. Герои войны 60. В честь этого маршала Советского Союза был назван тяжелый танк КВ. Кто первый включил? Иван Коленов. Два. Кто первый включил жюри? Иван Коленов, конечно. Иван Коленов, два. Включают первый, а говорят два. Два. Жюри мне скажет, кто первый включил? Жюри, рассудитель. По видео там одновременно все втроё включили. Давайте посмотрим. Давайте. Смотрим видео. Можно отпечатать. Алена один включили. Это был Ворошилов? А имя? Не помните? Климент. Ну, хотя бы назвали фамилию уже, может. Климент Ворошилов. А, Климент. Это допускается. Ну, оно допускается. Да, здесь всё. Колен номер один выбирает тему и стоимость вопроса. А сколько у нас? Герои 20. Сейчас вы 60 взяли. Какие темы остались? Герои 20, женщины 60 и 80, и награды 80. Давайте Герои 20. Великий полководец, без которого трудно представить победу. Именно он командовал армией во время главных сражений. Кто? Номер два? Первый. Команда номер два. А, команда номер два отвечает. Они первые включили. Команда номер два. Это колено номер один. Да. Георгий Жуков. Правильно. И они продолжают выбирать тему и стоимость вопроса. Женщины 60 и 80, и награды 80. Женщина 60. Клод в мешке, вы можете передать другой команде этот вопрос? Кому вы отдаёте? Ну, как и в первый раз, мы передаём вам Борозилу. Да. Так, Борозиловская школа будет отвечать. Да, они что-то пустят, то вперёд летят. Значит, выбирайте стоимость вопроса. 20 или 80 баллов? А пошло время? Всего три. Нет, они выбирают сейчас, что им будет плюсоваться за правильный ответ. 20, либо 80. 20. 20 очков они выбрали. И тема героический поступок. Многие советские лётчики в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда у них заканчивался боекомплект, делали именно это. Что? Они шли на таран. Правильный ответ. И дальше продолжают Борозиловская школа выбирать, какие у нас осталось. Осталось женщины 80 и награды 80. Женщины-герои 80. Наша землячка во время Великой Отечественной войны добровольно вступила в Воронежский истребительный батальон, где работала санинструктором. Во время сражений на Чижовском плацдарме была смертельно ранена, когда спасала жизнь комиссара истребительного батальона Лаврова. Её именем названа улица в юго-западном районе города Воронежа. Время пошло. Не забывайте, другие школы, брать помощь у своих товарищей. Да, вы можете любая команда нажать сейчас лампу и сказать «Помощь зала берём». Калина номер один уже этот шанс использовала. Этот шанс даётся один раз. Борозиновская школа первая включила. Вы берёте помощь зала или помощь зала? Борозиновские. Подойдите, пожалуйста, кто-нибудь сюда. Борозиновские. Борозиновская школа. Кто-нибудь, знаете ответ? Я говорю «Борозиновская школа». Выручайте свою команду, иначе у неё сейчас пойдут минусы. Борозиновские. Пожалуйста. Борозиновские. Борозиновские. Молчите. Евгения Терсиева. Время закончилось. Минута закончилась. Всё, как я. А мы же вторая дверь. Отдаём номер три команде ответить. А эти минусуем, да. Минус восемьдесят. Итак, вы имеете минус тридцать. Борозиновская школа. Номер два в школе тоже. К микрофону подойдите, пожалуйста, сюда. К микрофону, чтобы у нас всё было слышно на камере. Это Аня Скоробогачка. Ответ правильный. Даша продолжает. Команда номер три выбирать. Последняя награда восемьдесят. Даже не сейчас. Да, там мы. Ушли. Второй ток. У нас что-то сбилось. Второй ток. Всё. Пожалуйста. Первый. Второй. У нас награды восемьдесят. Награды восемьдесят вам достается автоматически. Чаем. Дорогие участники конкурса. В России 9 декабря каждый год празднуется День Героев Отечества. Сегодня знаком символизирующий геройский подвиг является пятиконечная золотая звезда героя. Но раньше таким знаком являлся Георгиевский крест. Внимание, вопрос. Кому вручался Георгиевский крест с изображением двуглавого орла? Нет. Кому? Самое главное, кому вручался. Время пошло. Да, время пошло. Так, все уже по разу брали помощь дала, да? Да. Больше нельзя, ведь? Да, нельзя. Бразильник они взяли, но зал им ничего не помог, и в минуту они ушли. Они не забрали. Колено брали и колено. Помощь в зале не будет больше. Все. А, переживайте. Сидите все на месте. Сидите все на месте. Так, ответа нет. Снимаем этот вопрос. Ответ правильный такой. Георгиевский крест с двуглавым орлом вместо изображения святого Георгия вручался воинам нехристианской веры. И на веру. Никому не отсчитываем? Нет, нет. Никому. Так, третий. И мы переходим к третьему туру, который тоже создает из четырех тем и вопросы от 30 до 120. У нас какая школа выбирала? Заводская? Вы продолжаете выбирать. Героический поступок 60. Итак, во время Отечественной войны 1812 года одного крестьянина французы хитростью завербовали в свою армию. И в знак этого ему поставили клеймо на руке. Узнав о том, что теперь он подданный Наполеону, он сделал именно это. Что он сделал? Ну, правильно. Сделал именно это. Кто включился? Жили, скажите. Одновременно две. Но во время вопроса. В смысле, во время вопроса? Нет. Заходи. Давайте, где он подходит. Давайте отойдем в Вородинскую школу, а не в Кинусах. Давайте в Вородиновскую. В Вородиновской школе отвечайте. Он утрудил себе русский. Правильный ответ. Плюс 60. И дальше в Вородиновской школе выбирает тему и стоимость. Героический поступок 120. У Михалкова есть стихотворение. Ищут пожарные, ищут милиции. Ищут давно, но не могут найти. Парни лет 20. Знают ГТО на груди у него. Больше не знают. О нем ничего. За что его разыскивали? Вородиновка. Пожалуйста, Вородиновская школа. Он спас девочку из дарящей квартиры. Правильно. Плюс 120. Платобно изображает. Платно изображает свои очки. И дальше в Бразилинская школа выбирает тему и стоимость вопроса. Да, никому не знаю, что... Героический поступок в 90-х. Итак, Александр Матросов, рядовой стрелкового полка, нейтрализовал немецкий ДЗОД, решавший продвижению подразделения. Что он сделал? Какая школа? Вторая школа. Вторая школа. Команда 2. Стоп, 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 стоп. Третья команда. Ну давайте, третья команда. Он на ДЗОД упал, и пулеметом заферил, много загородил телом пулемет, чтобы... и атака успешна была. Правильно, правильный ответ. Забыла образуру ДЗОД, а стоит дело. Плюс сделаем. Дальше выбираете тему и стоимость вопроса. Литературный герой 60-х. Этого героя российской истории можно встретить в произведении Александра Сергеевича Пушкина, «Капитанская дочка». Кто, Калина? Калина номер один. Калина, ну, во время вопроса еще разден. Мы только закончили, узнали точку, я нажала. Калина, нажали. Мотаем видео. А в прошлый раз не подали, не в пенсию. Давайте в видео как-то так написать, потому что уже есть недоразвестная. Давайте на вопрос, пропустим школу, по-честному. Давайте команда подошла. Жюри, как скажете? Ну, я все равно. Какой же Бородин? Бородинская школа отвечает. Емельян Пугачев, правильный ответ. Плюс 60, плюс 60. Плюс 60. И дальше вы в Бородинской школе выбираете тему и стоимость вопроса. Колено. Про люди. Кировический поступок 30. Итак, этот крестьянин в Костромской губернии в годы смутного времени спас Михаила Федоровича Романова. Каким образом? Получался. Кто? Подождите, подождите. Колено наше. Колено номер один отвечает. Это был Иван Сусанин, и он завел поляков в болото, и там они погибли. Ну, правильно. Ну, что, будешь наверняка. В разнуюность напомнишь. Правильный ответ. Плюс 30 баллов. Плюс 30 баллов. Плюс 30 баллов вы добавляете, и дальше вы выбираете тему и стоимость вопроса. Убрали только поступки полностью, а остальное все свободное. Выбирайте. Выбирайте тему. Быстрее, мальчишки. Литературный герой 60. 60 занят, а остальные все свободны. Ну, тогда давайте сколько? 90, да? 90. Литературный герой. Ее плач о гибели князя Игоря дошел до нас спустя несколько веков. Кто? Почему? Это не обидно? Все три одновременно. Нет. Смотрим видео. Давайте посмотрим. А может быть на видео будет видно в доле секунды. Автомат определяет. Внимаем. Нина Ивановна, что у нас осталось? Так, полностью свободно полководцы, герои флота и литературный герой 30 и 120. Литературный герой 30. Этот герой гражданской войны был крайне популярен в народе. Количество анекдотов с его участием огромное. Вместе с ним в них присутствует Ведька и Анка. Аллина номер 2. Ли Борозинов, когда Борозинов. Все, жюри определилось. Бородинская школа, отвечайте. Чапаев. Чапаев, правильно. Дальше выбираете тему и стоимость. Полководцы 30 делаем. В то утро 8 сентябрьского дня туман долго не рассеивался, скрывая рать и стоящих друг против друга. Когда же наступил второй час дня и солнце осветило пространство, начали звуки труб у обоих войск возноситься. И земля застонала страшно. И огромное поле Куликова как бы прогнулось под тяжестью небывалого скопления конного и пешего воинства. И начали сходиться полки. Передовой русский полк ведут князья Дмитрий и Владимир Всеволодович. А с правой руки полк ведет Микола Васильевич с коломенцами. С левой руки Тимофей Валуевич с костромичами. А полки поганых наступают со всех сторон. Итак, вопрос. Как звали Дмитрия Ивановича, князя Московского и великого князя Владимирского за победу в Куликовской битве? Как прозвали? Кто включил? Третья команда. Третья? Третья. Евгения Алексеевна, вы за кого? Третья? Мне не видно фонарь от Бородинской команды. Освободите фонарь своему члену журналисту. А отвечать? Подождите. Кто будет отвечать? Или смотрим видео? Третья. Давайте посмотрим видео, чтобы все честно было. Сколько? Правильный ответ. Тридцать, ребят. Плюс тридцать. Выключите лампу. Итак, вы дальше продолжаете выбирать тему и стоимость. Что-то полководцы за девяносто. Свободно? Да. Дорогие ребята, поздравляю вас с праздником. И хотел бы задать вам вопрос. Назовите имя царского генерала, а затем советского военно-начальника, который был начальником Академии Генерального штаба РКТА, военного теоретика, публициста, педагога и военного географа, востоковеда. Этот человек, автор книги «Философия войны и введения в военную географию», был георгиевским кавалером. Родился он в селе Старая Калитва, современного Рассашанского района Воронежской области. Время прошло. Не стучите. Кто стучит по микрофону? Подсказки, мы что-то просто обращаем. Нет. Да не скажут. Время вышло. Ответа нет, да? Я зачитываю правильный ответ. Значит, это Андрей Евгеньевич Снесарев. Снесарев. Значит, никому не убираем, да? Никто же не ответил. Нет. Не убираем. Кто у нас дальше выбирает? Выбирают заводки. Под кого меньше баллов? Колено. Колено номер один выбирает. Так, есть полководцы 60-120, полностью есть герои флота и литературный герой 120. Ну, либо одновременно, либо... Литературный герой 120. Кот в мешке. Передаете? В другой команде. Какой? В другой команде меньше баллов. Прости вас. У вас. Передаем нам. А они могут сами? Нет. Они передают. Прости. Так, а из этой команды? Кто из вас плохо литературу знает? Так, ребят, просто передаем другой команде. Давайте без комментариев. Как обычно в Бородиновке. Бородиновская школа будет отвечать на этот вопрос. Значит, у вас стоимость ответа либо 30, либо 120 баллов. Тема. Корабли и герои. Этот корабль, герой русской и японской войны, про этот корабль герой русской и японской войны поется. Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый. Пощады никто не желает. Варят. Перевожьте. Перевожьте. Кто включил? Наш гордый варят. Бородиновская школа правильно ответила. 30 баллов. Это вопрос именно ей был. 30 баллов. И дальше продолжаем выбирать. Тема и стоимость. Бородиновская школа, не надо огласить их. Так, есть полководцы 60, 120 и герои флота, полностью все свободно. Полководцы 60. Аукцион. Итак, Бородиновская школа, вы делаете ставку первыми. У вас 271 очков. Не выше своих очков только делаете ставку. 30 баллов. 30 баллов. Следующая команда. Сколько баллов? Колено номер один. Меньше, да? Колено номер один. Ставка ваша. Сейчас, подождите. Сколько баллов? Вы, Бородиновская, 30 дали школу. Бородиновская. 30. Колено номер один. 31. 31. Колено номер два. 40. Возвращаемся в Бородиновская школу. Можете пасовать. Вы пас, да? Значит, колено номер один. 41. 41. Колено номер три. Ой, номер два. 50. Колено номер два. Ой, номер один. Я уже закуталась. 51. 51. 51, давайте хочу. Не серьезно, ребят, давайте. Ну, так, у меня нет. 60. 60. Вторая команда. Сотня. 100. Третья команда. 101. 101. Вторая команда. Пас. Пас. Отвечает команда номер три за 101 очко. 101. 102. Молодец. 11. «Молодец». 11. 11. 14. Помню, писал я о матушке гератрии. На такой штурм, ваш величество, могу решиться лишь один раз в жизни. Помилуй Бог, теперь вижу, что говорите потруднее. Итак, вопрос. Полководец 18 века, который взял штурмом крепость Измаил, совершил переход через Альпы и написал книгу «Наука побеждать». Суворов. Суворов. Суворов, правильно. И вы продолжаете дальше выбирать тему и стоимость вопроса. Полководцы 120 и герои флота полностью все свободно. Герои флота 60. Великий флотоводец 18 века прославился в годы русско-турецкой войны. Один из орденов современной России назван в его честь. Кто включил первый? Колен. Колен номер один отвечает, вторая команда. Это был Шаков. Правильный ответ. 60, добавляйте. И продолжает вторая команда выбирать тему и стоимость. Герои флота 90. Герои флота 90. Вопрос. в годы Крымской войны. Разбил турецкий флот в Синопской бухте. Командовал обороной Севастополя. Как его зовут? Колено первое. Колено один. Можно нажимать, Белла. Я уже сказала, как его зовут. Они во время вопроса есть. Севастополь, не звучало слово, они тут нажали. Пойдите к камеру. Что делаем, жюри? Ты вам плачь, а сначала. Колено номер один, да? Согласны? Все члены жюри колено номер один отвечают? Вы слово прям закончили, а не... Наталья Николаевна, что вы скажете? Подавайте видео посмотрим. Это был Нахим. Правильный ответ. 90 баллов. Так, вторая команда продолжает выбирать тему и стоимость вопроса. Полководцы 120, флот 30 и 120. Раз. Полководцы 120, флот 30 и 120. Давайте флот 30. Да. Да. Про этот корабль в песне поется. Дремлет притихший северный город. Низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер? В час, когда солнце встает над небой. Все три. Все три. Все три. Давайте посмотрим. Одновременно. А сейчас пропускаем вопрос. Вы все знаете «Аврора». Это даже слушать не надо. Приятно. Мы продолжаем. Карина номер один выбирает тему. Полководцы и флот по 120. Все, больше. Все по 120. Быстрее определяемся. Давайте полководцы 120. Белого генерала сравнивали по таланту с Наполеоном и Суворовым. Он умер в возрасте 38 лет, получив огромную, невиданную до тех пор признательность и любовь народу. Михаил Дмитриевич, и я могу это подтвердить фактами, был единственным русским военачальником не только 19-го века, но и 18-го, которого называли «Народный наш герой». О нем написано свыше 60 книг. Во многих городах России в его честь называли улицы, площади, учебные заведения. Его имя становится торговым брендом для всякого вида товаров и продуктов. Итак, вопрос. Этот полководец отличился в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Под его командованием русская армия взяла плевну и чуть не вошла в Константинополь. За то, что он носил белый мундир, он получил прозвище «Белый генерал». Бразильновская школа. Скобелев. Правильно. 120, ребят, добавляйте. И остался у нас один вопрос. Остался один, да. Герои, клубы 120. Он автоматически достается команде номер один. Открываем. Это код в мешке. Вы передаете право ответа любой другой команде. Кому? Кому? Третья команда отвечает. Значит, тема «Литературный герой». Выбирайте стоимость вопроса. 30 или 120 баллов. 120. Название одного из произведений Михаила Юрьевича Лермонтова имеет прямое отношение к тюрьм героев отечества. Ваш ответ. Это герой нашего времени. Правильный ответ. Так, все, мы третий тур закончили, да? Да. Давайте мы посмотрим, сколько баллов у нас имеют команды. Значит, первая команда «Доспехи» Бородиновской школы имеет 390 баллов. Вторая команда «Патриот» имеют 360 баллов. И третья команда «Наследие» имеют 621 баллов. Молодцы, ребята. Я рада, что у нас ни одна команда не ушла в минусы. Вы все будете участвовать в финальном туре. Значит, условия финального тура таковы. Будут представлены вам пять тем. Вы по очереди, начиная с команды, которая имеет меньше всего очков, это вторая команда, будете исключать по одной теме, пока останется одна тема. Дальше эта тема останется. Вы определяете стоимость вопроса самостоятельно. Пишите на листочках. И я попрошу волонтеров подойти сейчас к каждой команде. Волонтеры от команд несут членов жюри стоимость вашего вопроса. Очки вы пишите. То есть вы подписываете Бородиновская школа, пишите доспехи. Коленовская школа номер один, пишите «Патриот». И колено номер два «Наследие», пишите баллы. Они не будут, они будут подносить, давать листочки, помогать. Выходите туда. Да, вы, двое. Ну, мы, короче, пишем. Итак, смотрите. Каждая команда, когда делаете ставки, вы записываете на бумаге название своей команды и количество очков. Вы можете поставить любую сумму, но не выше своего результата. Бородиновская школа 390, колено номер один 360, не выше, а можно и меньше ставить. И команда «Наследие» 621 может написать. Понятно? Итак, вы сейчас исключаете по очереди темы. Право исключить тему дается команде номер два. Какую тему исключаете? Не, ну ладно, на всякий случай зачеркивайте темы. А мне нет, да я сейчас напишу. Подожди, а я, по-моему, написала, нет? Ну, давай, сейчас напишу. Сейчас, одну секундочку, ребята. А я не вижу волонтеров, но третьей команды. Они очевы навязываются. Итак. Колено один, какую тему? Мы исключаем тему братья. Братья исключили, да? Попробуем нажать, вдруг откроется, боюсь. Ладно, братья исключили. Ребят, я не буду нажимать, потому что на прошлой презентации, когда нажимаешь, она удалялась, эта тема. И также вот, когда называли количество, стоимость вопросов, они удалялись, этот вопрос. Почему здесь на презентации так не делается, не знаю. Не будем рисковать, а то вдруг откроется эта тема. Значит, исключили тему братья. Следующая команда, первая, исключает какую тему? Там сумма взятки. Порозиновка, какую тему вы исключаете? Герой и неудачники. Герой и неудачники, исключили. Команда номер три, какую тему исключаете? Памятник героя. Памятник герою. И колено номер один. Какую тему исключаете? Осталась у нас крылатая фраза и прозвище. Что исключаете? Крылатую фразу. Значит, остается тема прозвища. Сделали ставки, отправили листочки жюри. Первая команда. Не вижу вашу ставку. Ставки сделаны. Сейчас я открываю эту тему. Тему у нас прозвища, да? Тему прозвища. Я открываю тему. Нам же нужно будет где-то записать ответ, потому что все живем одновременно. Нам нужны листки. Хорошо. Листочки есть. Сейчас вам дадим. Волонтеры, подойдите. Подойдите. Волонтеры, работаем. Ручка есть у вас? Чёпора? Не тратим вас, да. Итак, команды. Вопрос появится. На ответ дается 30 секунд. В течение 30 секунд вы не только между собой обсуждаете 30 секунд. Вот он, 30 секунд на обдумывание команды. И записываете вопрос, отдаете членам жюри. Ответ. Ребята, только ответ пишите. Ответ пишите. Отдаете сразу сюда в жюри. Это единственная женщина в России, немка по происхождению и участвовавшая в дворцовом перевороте, которая получила прозвище Великое. Пишите ответ. Всё, всё, неси, неси, неси. Ты сюда, волонтеры, работай. Тихонечко не сбейте проектор, пожалуйста. Так, члены жюри. Проверяете ответ. И оглашаете. А это не зависит одновременно или кто раньше. И оглашаете. Даете ли вы эту сумму, которую команда заявила, им в плюс или минус. Правильно или неправильно. Всё правильно. Итак. Огласите, пожалуйста, в какой команде сколько баллов. А сколько нас? Вот она ставку сделала. Вот они ставку сделали. Всё правильно, Екатерина. Вторая. Патриок 360. Плюс тебе 40. До спеки 150. А, 400. 400. И до спеки 150. Плюс тебе сделала. Итак, Патриот 360. Наследие 400 добавляет. И до спеки 150 добавляет себе. Мы прекращаем играть. Что уже? Так, ставки, да? Ребята, и это был последний вопрос. Итак, мы имеем какие баллы. Подведём итоги. Команда «Доспехи». Команда «Доспехи». Бородиновская школа. 540 очков. Команда «Патриот». Колено номер один. 720 очков. И команда «Доспехи». Команда «Доспехи». Это колено номер 2. Имеет 1021. У нас хорошо нет одинаковых баллов. Значит, у нас... Ребята, я ещё не закончила. Стойте, пожалуйста. В данной викторине сегодня у нас одержала победу третья команда «Наследие». И мы ждём теперь вас, все команды, на следующую викторину, которая приблизительно состоится 25 января. Даты, время будет уточнены вам. Да, здесь же будет. Мы его поздравляем третью команду. Молодцы, вы супер.